Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как говорили база ФСБ или не ФСБ Про пересечение границы В очередной раз, и не первый раз, по-моему, уже Вот, это как раз Результат использования этой утечки То, что, вот, ваш материал Да, да, там же написано, собственно В тексте мы перепроверили Базу Она достоверная Спекуляции были метрелись на ту тему Что база Появилась, собственно, вот специально Под задержание Дурова Потому что Андрей Закаров, собственно, 26-го Комната числа Дал знать, что она существует После этого она пропала из доступа И были спекуляции На тему того, что вот специально подредактировали Базу под арест Дурова Чтобы все это Значит, произошло? Нет Потому что в ней учтены даже опоздания Рейсов Это, во-первых Во-вторых, там есть номера Реестровые Тех Как они в базе это называют? Документов, да Которые формируются при пересечении границы Что еще сказать По поводу достоверенности базы Мы проверяли ее на себе Мы проверяли ее на тех персонажах Которые Переближения которых нам были ранее известны Из-за исследований Георгий Албуров ее перепроверял Андрей Захаров ее перепроверял Ну, понятно Короче говоря, это та база И она рабочая Как по-вашему Что нового мы узнали? Ну, вот Пересекал и пересекал Вот пишут Я репостнул в Твиттере Ваше исследование И написал Что, ну, вообще могут возникнуть Вопросики К Павлу Дурову После этого Чем я руководствовался? Тем, что В общем У него был имидж человека Который Довольно давно Не живет в России И не возвращается Сюда Там может Перекопский Ездить Даже уступать На каких конференциях Да Но сам Дуров В России не ногой Так мне казалось Во всяком случае По общественному имиджу Что-то кто-то его где-то видел Но это Мало ли И тут вдруг Там, бам Пятьдесят раз Что нового нам дает Эта информация? Пятьдесят раз На самом деле Не так много Учитывая Отчетный период 2015 2017 Затем 2020 2021 Ну, Дуров Трикстер и Плут Как бы Понятно, что Не все Из того публичного имиджа Который он себе создает Правда Но в данном случае Мне кажется Важным было сказать Что и это тоже неправда Потому что Очень многие верили В то, что он Лидер цифрового сопротивления И так далее Ну, то есть Да Он начал говорить О цифровом сопротивления И когда Еще был в России И Это тоже, наверное Не очень этично Да Вы, ребята Спротивляетесь А я тут В Питере В Москве посижу Посмотрю Как вы Спротивляетесь Что касается Очень много На самом деле Важного Интересно Он отдает Информация То же самое Что он был 18 июня В России Когда Роскомнадзор Собственно Снял Формально снял Отказался От претензий К телеграмму Назовем это так Мы не пишем Нигде Что Вот он встречался С ФСБшниками Или с представителями Кримина И что-то с ними Обговаривал Может быть и нет Но Сам факт Интересен Он во все ключевые периоды Для телеграмма Он был В России Он был в России В тот момент Когда телеграмм Русил запустить Внутреннюю монетизацию Как мы знаем Из прежнего расследования Медиазона 2022 года Это внутренняя монетизация Телеграмма Она Не была Внутренним делом Телеграмма То есть Личные данные Которые люди Передавали Для монетизации В Например Боте Донейт Или В Премиум Боте Все эти данные Утекали Как выяснила Медиазона Отрицает Тот человек Дмитрий Ельнеев Отрицает Через которого Притекали эти данные По заявлениям Медиазоны Человек Который Владеет Казанским банком Банк 131 Этот человек Инвестировал В Стартап В Венчурный инвестиционный фонд Маша Дрокова Комиссар Движение Наши Которое Собственно Стало Известно Тем Что Целовалось С Путиным Вот По слухам Он также Инвестировал В Дуровский Том И когда Монетизация Запускалась Дуров Тоже Был В Россию То есть Опять же Мы ничего Не утверждаем По поводу того Что он С кем-то Встречался И что-то Отговаривал Но Это Интересные Факты Учитывая Что он Всегда Нарочито И настойчиво Говорил о том Что он Не ездит В Сирию О том Что Он По Согласению Личной Безопасности Избегает России Он Очень Много Говорил И в 2017 Году И в 2014 И В этот Примежуток Что Ути Назад России У него Нет Он Также Говорил О том Что у Него Нет Никакого Представительства Легального Представительства В Российской Федерации И в 2017 Году Он Это Говорил И позже И даже Чуть Раньше Мы Знаем Что Оно Было По Мы Это Из Текста Кстати Вырезали Но Могу Такой Небольшой Эксклюзив Нам Оказалось Несущественным Но Я вижу Претензии По этому Поводу В соцсетях Поэтому Выскажусь Наверное Оо Телеграф Которая Дура Дура Отрицает Что Оно Было Как-то Связано С Лондонским Или Эмиранским Телеграммом Оо Телеграф Существовало До 2019 Года Сидело Оно Не как Ранее Заявлялось В доме Зингера Через Квартал Через Два Квартала И речку От Дома Зингера В доме Шереметьево На Литейном Проспекте 51 Литера А Вот В 2019 Году Оно Только Закрылось И мы Установили Связь Между Оо Телеграф И Собственно Командой Дурова Потому что Человек Который Является Личным Ассистентом Дурова Мы не Раскираем Потому что Это не Публичное Лицо Это Просто Наемный Сотрудник Который Делает Свою Работу Но Есть Личный Ассистент Который До сих Регулярно Ездит В Россию И во Время Войны Из Эмиратов И На Которого Завязаны Банковские Счета Дурова В России На Которого Завязаны Вещи Связанные С Ириной С Ириной Болгар Которая Называет Себя Матерью Детей Дурова Опять же Это Отрицает Мы Видим Что Ее Там Помню Не соцсети Но Какие-то Личные Кабинеты Аккаунты Завязаны На Личного Ассистента Дурова Вот Поэтому Дуров Долгое Время Сохранял И легальное Представительство В России В то время Как писал В соцсетях Что Значит Я никак Не буду Сотрудничать Со странами Которые давят На свободу Слово Вы мне Вообще Все противны И вообще Я Сейчас Будете На меня Дальше Давить Я вообще Перекращу Работу В России Хотя Я и так Там не работаю У меня Нет легального Представительства Но Он Обманывал Публику Это Давайте так Слово Обманывал Здесь моя Личная Оценка Ни в коем Случа Не оценка Издания Но Мы видим Что Его Публичные Заявления Расходятся С реальностью Спасибо Большое Благодарю Коллегу Никиту Андрасиву Журналист Важных Историй И вообще Важные Истории В его Лице За то Что Работают Над Важными Историями Важными Расследованиями Интересными Спасибо Большое Редактор субтитров